Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Иси Господи! Благослови, Душа моя Господа, Иси, внутренняя моя, и без святой Его! Мир вам, братья и сестры! Сегодня мы будем говорить о заблуждениях современного человека. Много заблуждений связано с проводами в последний путь почившего человека. Его родственники приходят в храм и задают священнику один и тот же вопрос. Как правильно провожать душу на сороковой день? И когда священник спрашивает, а что вы под этим подразумеваете, оказывается, что в селах существует некий обычай, некий ритуал, провод, как говорят в народе, душки. То есть в центре всего этого ритуала, я его подробно описывать не буду, лежит открывание форточки и размахивание платочком. И люди, конечно, современные люди иногда начинают в этом ритуале сомневаться, приходят в храм и спрашивают священника, а правильно ли вообще это делать? Может быть, стоит от этого отказаться? Конечно, обязательно от этого нужно отказываться, потому что обычно происходит следующее. В селах есть бабушки, которые читают псалтирь по покойнику, которых приглашают для этой цели. И вот эти самые бабушки, у них христианство смешано наполовину с язычеством, с суевериями, с какими-то преданиями старины, которые никакого отношения к христианству вообще не имеют. И получается, что те люди, которые должны, наоборот, как будто бы по своему призванию, поскольку они читают псалтирь, учить людей, как правильно провожать душу почившего, вместо этого они как раз людей учат тому неправильному поведению христианина, когда он принимает участие в каких-то языческих обрядах. И вот об этом следует сказать следующее, что по учению христианской церкви, когда душа разлучается от тела, то, как об этом говорит преподобный Макарий Александрийский, первые два дня душа почившего, сопровождаемая двумя ангелами, она находится либо рядом с телом, либо посещает те места, к которым на земле она привыкла, где она жила. Таким образом, дается возможность перед окончательным уходом в вечную жизнь проститься с теми местами, где человек находился. На третий день душа христианская возносится ангелами на поклонение к Богу, после чего до девятого дня ей показывают обители рая и места радости, места святых, угодников Божиих, где они находятся. Затем на девятый день душа опять возносится к Богу на поклонение, и уже до сорокового дня душе почившего показывают муки ада, и также душа проходит так называемое испытание, которое называется мытарством, когда ангел-хранитель ищет у души добрые дела на протяжении жизни, которые человек совершал, а демоны представляют перед лицом почившего и ангела-хранителя злые дела, которые человек совершал здесь на земле, и таким образом совершается некий частный суд над душой покойного. На сороковой день душа опять возносится к Богу, где Бог дает определение местонахождения души до всеобщего воскресения и страшного окончательного суда Божия. Вот каково учение церкви. Душа христианина совершенно, душа, когда она разлучается от тела, она оставляет все, что было связано с телом, все, что человек, в чем полагал свою жизнь на этой земле, все, что было связано с вещественным миром, душа от этого отошла. Единственное, что душа может взять с собою, это то духовное сокровище, которое человек приобрел в своем сердце. А что он мог приобрести? Господь говорит об этом. Не смотрите, что вам будут говорить, вот Царствие Божие там или здесь, но оно внутри вас, в вашем сердце. Царство Божие приобретается нами уже здесь, на земле, когда мы любим Бога, когда мы любим ближних, когда мы совершаем по этой любви, верив в Бога, добрые дела. Мы приобретаем в своем сердце благодать Духа Святого, о которой учат нас святые отцы. И об этом говорит нам Священное Писание, что пребывающая в любви пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. Бог есть любовь. Уже здесь, на земле, мы можем добиться единства с Богом. И вот это то самое духовное сокровище, которое, когда душа разлучается от тела, человек переносит с собою вечность. Вот что мы должны приобретать. Человек, когда остается один, когда он видит, что он оставил всех своих близких, друзей, он оставил этот внешний мир, в котором он находился, переходит в вечность, и судьба его не определена, он испытывает страх и трепет. И в это время христианина начинает испытывать муки совести. Он вспоминает те свои грехи, в которых он не раскаялся. Поэтому очень важный момент, что когда родственники видят, что скоро человек умрет, то нужно обязательно позаботиться о том, чтобы человек ушел с покаянием в своих грехах, чтобы он поисповедовался, чтобы он причастился, чтобы он принял таинство соборования, чтобы над ним были совершены молитвы с умолением Бога о том, чтобы человек получил милость и прощение от Бога. И тогда действительно это человек с умиротворенной совестью, когда он отходит в вечность, это для него также имеет важнейшее значение. Если же родственники к этому относятся нерадиво, и с этим, кстати, то это имеет самое плачевное последствие для покойного. С этим связано, можно упомянуть, также следующее заблуждение. Бытует мнение о том, что причащаться и собороваться нужно только накануне смерти. А поскольку человек зачастую не хочет поверить в то, он отрицает этот факт, он не хочет умирать, то он боится смерти, и он не хочет причащаться, и не хочет исповедоваться, не хочет собороваться, думая, что этим самым он после этого точно умрет. Он думает, что этим он отодвинет свою смерть. Вот это тоже такое интересное заблуждение, с которым приходится сталкиваться с священником. И когда родственники приглашают человека причастить умирающего, он начинает именно из-за этого мнения, из-за этого заблуждения отказываться от причастия. Вот это также нужно иметь в виду, что родственники, когда вы видите, что ваш человек отходит в вечность, нужно постараться объяснить ему, что это как раз является очень гибельным и пагубным заблуждением, потому что, во-первых, причастие никоим образом не приближает или не отдаляет смерть, просто причастие примеряет человека с Богом. И в том случае, если человек умирает после причастия, когда он соединяется со Христом, то по мнению святых отцов, по преданию нашей Церкви, такой человек, если его совесть чиста, если он упокаялся, он даже минует в этот день мытарства, потому что его сердце соединено в это время напрямую с самим Христом. Другой момент, к которому приходятся... Другие заблуждения, которые совершенно глупые, странные, которые видят священник уже во время погребения и после погребения, когда покойному сначала кладут какие-то вещи в гроб, кладут ему туда деньги, потом после похорон ставят на могилы еду, стопку водки, в могилу иногда втыкают папиросы, поджигают их, чтобы они дымились, и говорят, он же при жизни курил, пусть он напоследок еще покурит. В домах, пока не произошло погребение, и пока стоит гроб, ставят стакан с водой и хлеб, завешивают зеркала. Зеркала вообще это какая-то оккультная, взятая из оккультной практики. К христианству здесь зеркала вообще никак, никаким образом не относятся. И вот такая странная смесь заблуждений показывает, что христиане забывают о самом главном, что нужно христианской душе в это время, а нужна именно прежде всего молитва. Именно поэтому, когда тело еще не погребено, рядом с гробом читается псалтирь, потому что, как говорят об этом святые отцы, душе покойного это очень необходимо. Когда он видит, что люди за него молятся, это вселяет в сердце почившего надежду на милосердие Божие. Именно этим мы можем помочь усопшему. А сороковой день и размахивание платочком в открытые форточки, конечно же, уже никаким образом не связано, какие могут быть проводы души, если душа на третий день уже отошла от тех мест, где она обитала, и она уже вообще никоим образом туда не возвращается. Она, как я уже говорил по учению церкви, проходит уже совершенно другие испытания, и ей предлежит уже только вечная жизнь. Отдельно следует сказать об обычае оставлять еду на могилах, потому что после того, как родственники оставили еду на могилках и ушли, то они не видят той ужасной безобразной картины, которая складывается впоследствии, когда птицы и животные всю эту еду разносят по всему кладбищу, это превращается в огромное количество мусора, которое потом работники кладбища вынуждены убирать, и собираются большие баки с этой выброшенной едой. Причем, если это период после Пасхальной, когда на Радоницу приносят туда еще, в эту еду складывают освещенные яйца и куличи, то получается, что происходит некое такое попрание освященных вещей, освященной еды. Поэтому, чтобы этого не происходило, лучше раздавать милостыню бедным, лучше накормить нищего и попросить его помолиться о упокоении. Это действительно принесет пользу почившему. Иногда люди спрашивают, а что же нам делать? Ведь все вокруг нас делают именно так, и если мы не будем так делать, мы будем выглядеть белой вороной, нас будут осуждать наши соседи, потому что у всех принято так, а мы делаем иначе. А вы покажите пример, как нужно поступать настоящему христианину. Вы на сороковой день не устраивайте размахивание платочками, а придите в храм Божий, закажите там панихидку, постойте на богослужении, помолитесь, после этого совершите христианскую трапезу вспоминаниям усопшего без всяких суеверных обычаев и обрядов. И когда вы это сделаете, как христианин, вы покажете всем тот пример, которому должны следовать другие. Есть огромное количество других заблуждений у современного человека, но мы об этом поговорим в нашей следующей передаче, потому что в одной передаче говорить обо всем, конечно, по времени охватить все невозможно. Спасибо, Господи! Благослови, душевная Господа, и вся внутренняя моя имя святой Его, благослови, благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok